Мы поговорили с представителями секс-индустрии, мы поговорили также с мужчинами, которые обращаются за такими услугами и выяснили, что процент людей, которые не используют презерватив при различных видах секса и думают, что и так прокатит, пронесет, по лицу видно, что там все нормально, что человек чистенький, очень большой. И сегодня мы с вами обсудим, что такое инфекции, передающиеся половым путем, какие они бывают, как от них защититься и поговорим мы с врачом-инфекционистом Дарьей Паниевой. Даша, привет. Привет, Оль. Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнити. Этим летом в комьюнити вас ждут полезные видео на следующие темы. 10 причин, почему вы не хотите секса и как это изменить. Топ-3 рекомендации для хорошего секса. Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни. Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг. Но и это еще не все. Каждую неделю в комьюнити вас ждут обзоры товаров для взрослых. Летом мы обсудим, какую смазку лучше выбрать, какие вакуумные игрушки действительно стоит купить. Какие существуют напалечники для секса и как они могут помочь в достижении оргазма с партнером. Идеальный клиторальный стимулятор. Какой он? Помимо этого в комьюнити вы найдете полезные статьи о сексе и отношениях. Качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас. Психологические и сексологические тесты. Обзоры фильмов и книг. И только у членов комьюнити есть возможность общаться лично со мной каждый день. Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями, общаться с другими участниками, но и это еще не все. В комьюнити вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в комьюнити. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому видео. Первый вопрос. В чем разница между ЗППП и ИППП? Ну, для начала расшифруем. ИППП — это инфекции, передающиеся половым путем. ЗППП — заболевания, передающиеся половым путем. Вроде бы как звучит как одно и то же, да? Но заболевание — это то, что имеет симптомы, а инфекция — это просто сам факт того, что человек заразился от другого человека каким-то инфекционным агентом и теперь, соответственно, его носят в себе. То есть, ну, по большому счету, для неспециалиста принципиальной разницы нет, потому что и то, и то опасно в плане заражения других людей и так далее. И мы можем, в общем-то, объединить этот термин в бытовом смысле. Но инфекция, передающаяся половым путем, все-таки опаснее как раз в том смысле, что если нет симптомов, скорее всего, человек даже достаточно осознанный, не знающий, что он болеет, может заразить другого человека. Поэтому, когда мы говорим о профилактике инфекции, передающихся половым путем, мы именно на эту часть делаем акцент, чем на заболевание. Потому что, когда у человека есть симптомы, вряд ли он будет заниматься сексом, да? Ну, то есть, маловероятно. И риски передачи именно при наличии заболевания, они все-таки ниже, чем при, когда мы говорим только о факте инфицирования без симптомов. То есть, вот такая разница. Но, опять же, я думаю, что мы на этом закончим и каким-то одним термином ограничимся, и дальше будем использовать его, потому что в контексте нашего обсуждения они так принципиально. Я иногда слышу вопрос, популярный вопрос. Как провериться на все ЗППП, на все заболевания, на все инфекции? Вот что должен знать каждый человек? Какой-то список, может быть, по каким-то критериям? Что бы ты порекомендовала? На самом деле, когда мы говорим об инфекциях, передающихся половым путем, мы имеем в виду достаточно большой спектр заболеваний. И то, что приходит сразу в голову, ну, сифилис, да, может быть, ВИЧ-инфекция. На самом деле, инфекций, которые могут передаваться половым путем, очень много. И многие из них передаются не только половым путем. Если мы вот их как-то попытаемся классифицировать, да, то это будут местные инфекции, которые передаются половым путем и вызывают повреждения именно там аногенитальной зоны, или, если мы говорим о баральном сексе, это ротоглотка. А есть инфекции, которые передаются половым путем, но могут повреждать совершенно другие органы, те же вирусные гепатиты. Вроде бы как инфицирование произошло при половом контакте, а заболела печень, да, поэтому тут на самом деле очень большой перечень заболеваний. И, ну, например, такие заболевания, как венерическая гранулема или шанкроид, вряд ли вообще на слуху, а это тоже заболевания, передающиеся половым путем. Поэтому нет ответа на вопрос, как обследоваться на все ИППП, потому что никто не будет этого делать. Есть те, которые наиболее распространены. И в зависимости от того, какие практики секса имеют место и какой группе риска относится человек, который сексом занимается, мы будем рекомендовать какой-то определенный перечень заболеваний, на который имеет смысл обследоваться. Ну, я думаю, в принципе, перечень будет на экране, да, вы можете ознакомиться. А уже на что конкретно нужно вам обследоваться, лучше обсуждать с вашим врачом. Да, мы обязательно в описании к этому видео дадим ссылочку на файл. Вы можете его бесплатно скачать. Пусть он у вас всегда будет, где будет полный перечень этих инфекций. Ну и правильно ли я поняла, что лучше все-таки пойти к специалисту, с ним проконсультироваться, а он уже скажет, на что стоит сдать анализ, а на что, в принципе, нет необходимости. Да, ну, если так обобщить и сказать все-таки о наиболее популярных инфекциях, то здесь действительно, если мы говорим о местных инфекциях, это гонорея, трихомониаз, хламидиоз. Если мы говорим об инфекциях, которые могут повреждать весь организм, несмотря на то, что передаются половым путем, это в первую очередь вирусные гепатиты и ВИЧ. И промежуточное такое звено занимает сифилис, потому что у него есть несколько стадий. Он сначала проявляется в месте внедрения патогена, то есть местно-половые органы, ротоглотка. Потом уже следующие стадии — это уже системные поражения всего организма, там с повреждением, может быть, высыпания на коже, а дальше это может быть повреждение сердца, нервной системы и так далее. То есть это основные классические заболевания, передающиеся половым путем, но на самом деле их больше гораздо. Я про некоторые, на самом деле, даже сама впервые услышала и такая думаю, «Подождите, получается, я не на все сдавала?» Получается, да. Неловкий момент вышел. Смотри, на самом деле я часто слышу историю о том, что, ну, есть какая-то инфекция, ну, вот она появится, я пойду ее вылечу, и все на этом. Но насколько все-таки опасно так мыслить, и насколько важно и женщинам, и мужчинам, и детям в том числе, которые живут с этими мужчинами, женщинами, поберечь себя до и не заразиться? Опять же, все зависит от того, о каких именно инфекциях мы говорим. То есть некоторые действительно легко подлежат терапии, лечатся буквально одной там таблеткой. Вопрос стоит о том, что это распространение, да, то есть если человек инфицирован, он, значит, может заразить других. Поэтому если к этому относиться легкомысленно, то, соответственно, уровень заболеваемости будет все время расти. Если же говорить о таких инфекциях, например, как тот же генитальный герпес, та же ВИЧ-инфекция, хронический вирусный гепатит В, то это вообще инфекции, которые мы на сегодняшний день полностью излечить не можем. То есть варианты такого, что ты выпил одну таблетку, и все прошло, или там какое-то непродолжительное лечение получил, и вообще он такой не рассматривается. То есть это те инфекции, которые остаются с нами на всю жизнь, и мы вынуждены подстраиваться и свой образ жизни, соответственно, менять с учетом этого обстоятельства. Поэтому вот такой момент, что мы все можем легко исправить, к сожалению, это не так. Да, то есть получается, что какие-то инфекции все-таки можно легко вылечить, но какие-то требуют или длительной терапии, или вообще пожизненной терапии. И в любом случае мы не знаем, какова вероятность заразиться тем или другим, и поэтому все-таки бдительность важна. Потому что я иногда просто слышу, ну что там подумаешь гонорея? Ну фигня, ну да, заболел, ну вылечил. Ну это вот как раз гонорея, тот самый пример, который действительно можно вылечить однократным использованием препарата, это вот подумаешь гонорея. Но вот в отношении всего остального как раз есть большие вопросы. И еще один момент, что есть инфекции, которые протекают бессимптомно, пусть их и можно излечить, но вот, например, тот же сифилис, если женщина больна и по какой-то причине не обследована, хотя предусмотрено обследование во время беременности, она может передать инфекцию ребенку, и врожденный сифилис – это очень опасное состояние, которое может закончиться тем, что беременность не будет развиваться, произойдет выкидыш, и ребенок родится с серьезными заболеваниями, состояниями, которые могут даже быть несовместимы с жизнью, или, соответственно, приведут к инвалидности. Поэтому можно не знать, не чувствовать никаких симптомов, но навредить, например, своему ребенку. Интересно, что в моем детстве очень много говорили про сифилис, и очень много показывали картинки, знаешь, с отсутствующим носом, были всякие баннеры в больнице. То есть активно рассказывали про то, что такое сифилис. И мы его очень боялись. А сейчас мы больше говорим про ВИЧ, и про сифилис как будто бы забыли. Но действительно ли мы забыли, потому что его стало меньше, или потому что его вообще не стало, или все-таки эта проблема также актуальна сейчас? Проблема сохраняет свою актуальность. Ну, вообще во всем у нас, как бы это, может быть, немножко странно не звучало, есть какой-то элемент модности, да, что ли. Поэтому акценты смещены на ВИЧ. Безусловно, это большая проблема, эпидемия ВИЧ, она существует. И несмотря на то, что акценты на него смещены, мы все равно об этом говорим, недостаточно. Но на самом деле сифилис тоже никуда не делся, несмотря на то, что по статистике заболеваемости в России количество случаев планомерно снижается. Но если посмотреть, допустим, на статистику США, то за последние годы количество сифилиса увеличилось на 400%. Они об этом говорят. И это серьезная проблема. С чем может быть связано то, что мы сейчас меньше говорим о сифилисе? Ну, с приемом антибиотиков. То есть сифилис лечится пенициллином. Это одна из самых распространенных групп антибиотиков, которые используются. Поэтому прием антибиотика по каким-то другим причинам может смазывать картину сифилиса. И учитывая, что у нас достаточно легко получить антибиотики в аптеке, несмотря на то, что, по идее, рецептурные препараты, люди занимаются самолечением. То есть очень широкое использование. С одной стороны, мы можем смазать картину сифилиса, и поэтому нет обращаемости такой, как была раньше, выявляемости, соответственно. И с другой стороны, еще проблема использования антибиотиков, вот такая широкая, она приводит к тому, что развивается антибиотикорезистентность, то есть устойчивость различных микроорганизмов, в том числе возбудителей инфекций, передающихся половым путем. И вот сейчас, опять же, если посмотреть на западную статистику, то очень большая проблема с гонореей, к которой мы уже обращались, которая вроде бы как лечится одной таблеткой, так вот в США уже не лечится одной таблеткой в очень многих случаях, потому что возбудитель гонореи перестал быть к этому чувствителен. И там тоже идет всплеск, и я не думаю, что это не коснется нас. То есть получается, что из-за наших таких необдуманных действий и использования антибиотиков, мы теперь не можем вылечить те болезни, которые легко лечили. Совершенно верно, да. И нет альтернативы этому антибиотику на данный момент? Такой простой альтернативы нет. Мы всегда стартуем с самого простого, всегда начинаем. А если уже не сработало, то это уже как минимум несколько курсов антибиотиков. То есть это уже не так легко, как было раньше. У меня очень много знакомых, которые просто бездумно принимают антибиотики, и чуть что, сразу антибиотик. И люди не понимают пока, к чему это может привести, хотя последствия очень страшные. Неожиданные, да? Мы вроде как про инфекции, которые передаются половым путем, говорим, да? Пришли к тому, что вот и грипп тоже может на это повлиять. Да, да. Давай поговорим о предохранении. Потому что уже есть выпуск с представителями древнейшей профессии. Вы, если его посмотрели, знаете, как часто они используют презерватив, в том числе при оральных ласках. И мне интересно, если был половой контакт, вагинальный, анальный, оральный, с человеком, у которого есть инфекция, какова вероятность и всегда ли она один к одному такого заражения? Некоторые мне написали, когда я просила задать свои вопросы по теме, что если иммунитет сильный, то тогда инфекция не передается. Что на самом деле? На самом деле факторов, которые влияют на риски передачи, их очень много. Что подразумевать под сильный иммунитет, это большой вопрос. Но в целом, действительно, не буду пугать, что каждый половой контакт, даже с тем, кто болеет, это обязательно стопроцентное инфицирование. Нет, это не так. В принципе, у нас нет инфекций, которые с стопроцентной вероятностью передаются. То есть даже если кровь ВИЧ-инфицированного перелить здоровому человеку, не стопроцентная вероятность, что он инфицируется. Соответственно, при половом контакте тоже, конечно же, мы не говорим о стопроцентных рисках заражения, но нужно понимать, что есть множество факторов, которые влияют на то, с какой вероятностью это заражение произойдет. Если мы говорим о половых контактах, то самый опасный вариант секса это анальный секс для принимающего партнера. Вообще принимающий партнер всегда в большей группе риска по любому виду секса, будь то анальный, вагинальный или оральный секс, всегда он рискует больше. То есть самый рисковый секс это анальный секс для принимающего партнера, также высока вероятность передачи и для вводящего партнера при анальном сексе. Ну и оральный секс тут очень сильно зависит от того, какие конкретные инфекции мы имеем в виду. Если нет никаких воспалительных изменений в полости рта или на половых органах, то риски передачи ВИЧ-инфекции в этой ситуации низкие. Но те инфекции, которые передаются контактно, тот же сифилис, тот же герпес, здесь риски значительно повышаются. Что еще влияет? Ну, практика секса, да? То есть если это какие-то опасные практики, это химсекс, это какие-то травматические практики, наличие других ЗППП и вообще каких-то воспалительных заболеваний. Тот же вот баквагиноз у женщин это один из факторов риска присоединения инфекций, передающихся половым путем. Поэтому сказать в цифрах достаточно сложно, но в целом нужно понимать, что мы говорим о рисках и возможности снижения этих рисков. То есть всегда мы говорим о каких-то вероятностях и как нам уменьшить эти вероятности. Поэтому мы не будем останавливаться на случай, на количество половых актов. Почему? Потому что если вы попадете в этот случай, вам как бы легче станет, что это 10 на 100 или там 3 на 100 человек, ну вряд ли. Надо понимать, как защититься и каким образом, какие практики применять. Ну и безусловно, на первом месте это барьерные средства, это презервативы и больше всего данных именно по использованию так называемых наружных презервативов, то есть те, которые надеваются на половой член. Чуть меньше данных по презервативам, которые используются для женщин, но тем не менее, это все барьерные средства. Защищают ли презервативы на 100%? Тоже нет. Опять же, вообще на 100% в медицине не бывает ничего. Поэтому, если мы говорим о правильном использовании презерватива, то все равно остается какой-то мизерный процент, что может произойти передача, в том числе, потому что презерватив может порваться. И производители пишут о том, что презервативы достаточно высокого качества допускают, что на каждые 100 половых контактов два могут порваться. Это тоже учитывается. И, опять же, есть и инфекции, которые передаются при контакте. Если презерватив не закрывает зону поражения, то, конечно, он не поможет. При тесном контакте кожи к коже, если это язва, та же сифилитическая, или, опять же, это тот же генитальный герпес, то есть, увы, здесь презерватив будет значительно менее эффективен. Получается, что сам контакт уже предполагает наличие риска. И если вы соприкоснулись, но при этом половой член был в презервативе, это еще не гарант того, что вы себя от всего защитили. Совершенно верно. И как раз у одной из читательниц был вопрос, а можно ли заразиться путем просто трения без полового контакта. Получается, что можно. Да. Обычно мы говорим, конечно, о тесном контакте, именно о трении. Скажем, тот же контагиозный моллюск, в общем-то, его тоже относят к инфекциям, передающимся половым путем. Это просто тесный контакт кожи-кожи, даже не связанный с половыми органами. Просто там, где расположены эти очаги, вот при тесном соприкосновении может быть передача. Поэтому, да, нужно это учитывать, что инфекций много, и механизмы их передачи, они немножко отличаются. И когда все это округлить и обобщить затруднительно, надо какую-то конкретную ситуацию разбирать отдельно, и тогда мы можем более предметно об этом говорить. Да, оральный секс. Ты сказала, что если нет никаких повреждений, ни на половом члене, ни в полости рта, соответственно. Например, у меня покровила десна, и я сделала минет мужчине, у которого есть ВИЧ-инфекция. И как здесь быть? Или не только ВИЧ-инфекция, кстати? Риски увеличиваются. Если в слюне есть примесь крови, то это в том числе увеличивает риски передачи и ВИЧ. Хотя мы считаем, что из всех возможных половых практик оральный секс наиболее безопасен в плане передачи ВИЧ. Но мы же говорим не только о ВИЧ-инфекции, о других инфекциях, передающихся половым путем. И вот опять же, возвращаясь к тем, которые могут быть местно, в полости рта, сифилис, герпетические высыпания на губах. То есть, на самом деле, разделение же очень условное. Мы привыкли, что вот есть лобиальный герпес, который на губах, а есть генитальный герпес, который, соответственно, анагенитальная область. Но на самом деле, два типа вируса, которые могут вызывать повреждения и там, и там. И наличие герпетических высыпаний на губах, соответственно, при оральном сексе, это вот совершенно прямой путь передачи инфекции, если человек не инфицирован, он заразится. Ну вот не страшно. Я тебя слушаю, думаю, герпес и герпес не страшно. А что в герпесе страшного такого? В первую очередь, как я уже сказала, что это инфекция, которая, однажды попав в организм, она никогда организм человека не покидает. Это касается всех вирусов герпеса. Генитальный герпес это часто рецидивирующее заболевание, то есть, кроме первого эпизода, он потом повторяется регулярно. И некоторые люди страдают от этого очень, потому что бывает очень много эпизодов в течение года и ассоциированные они могут быть совершенно с разными факторами. В том числе, например, бывает герпес, ассоциированный с менструациями, которые ты никуда не денешь, да, и у тебя просто каждую менструацию будут высыпания. Из хороших новостей это то, что у нас есть в арсенале лекарственные препараты, которые могут подавлять активность герпетической инфекции, но это, по сути, достаточно длительный прием. Это не менее года с возможным продолжением на несколько лет, пять лет, и даже уже есть данные больше. Опять же, еще одна хорошая новость в том, что человек, который получает супрессивную терапию, он значительно снижает и риски передачи для партнеров. Еще, если говорить о герпесе, чем он так нехорош, он может быть нехорош в плане беременности, потому что, если активная фаза приходится на период родов, есть очень высокий риск до 50% инфицирования плода, это показания к родоразрешению методом Кесарева. Почему методом Кесарева? Ну, потому что тогда ребенок не проходит через половые пути и, соответственно, не инфицируется в родах. Для ребенка опасно заражение герпесом? Опасно, да. Опасно заражение, потому что это будет инфекция, которая разовьется сразу, практически, после рождения. Она не будет протекать, как, скажем, герпес на губах. Она будет протекать генерализованно, достаточно серьезно, то есть повреждение многих органов и систем, и как бы с не совсем понятными исходами для ребенка. И еще в отношении герпеса что нехорошего, это то, что передача возможна в том числе, когда нет явных проявлений. И это, конечно, момент. Да. То есть, вот, поэтому здесь, опять же, вопрос супрессивной терапии стоит, но это ежедневный прием лекарств. Это вот вопрос о том, что вроде звучит не страшно, но все равно приятного мало. Да. Мне кажется, сюда же можно отнести и ВПЧ. ВПЧ тоже одна из инфекций, которые передаются половым путем. У нас, к сожалению, как раз здесь нет лекарств, которые могут подавить активность этого вируса. Но у ВПЧ есть совершенно другая, очень серьезная проблема. ВПЧ – это самая частая причина рака шейки матки у женщин. Также это причина рака полового члена, рака анального канала и рака ротоглотки. Поэтому… От ВПЧ прививка есть? От ВПЧ есть прививка. На самом деле, если взять глобально, то у нас есть всего три инфекции, передающиеся половым путем, от которых есть прививки. Это вирус папиллома человека, это вирусный гепатит B и вирусный гепатит A. Собственно, вот от них мы можем защититься задолго до полового контакта. То есть, если говорить о каких-то превентивных мерах, что еще кроме презерватива мы можем использовать, то это вакцинация. Безусловно, вакцинация от ВПЧ это, на самом деле, очень большое достижение науки, потому что те страны, которые быстро внедрили вакцину, они имеют колоссальное снижение случаев рака шейки матки. Я точно не помню цифры, но вот, по-моему, в Австралии там на 94 или даже 8% снижилось. То есть, там практически эта проблема нивелирована. Это классно, что у нас есть такая возможность. Рекомендуем мы вакцинацию в первую очередь девочкам, желательно до начала половой жизни. Но можно и женщинам, потому что мне, например, очень многие написали, когда я у себя в блоге сказала, что я сделала прививку от ВПЧ, а сделала я ее всего два года назад, мне сказали, ну вы же уже живете половой жизнью, зачем? Ее же делают только детственницам, которые еще не вступили в интимную жизнь. Ну, та вакцина, которая у нас сейчас наиболее распространена, она содержит, обуславливает защиту от четырех основных онкогенных типов, и инфицирование одним не исключает возможности инфицирования другим, поэтому маловероятно, что инфицированы всеми четырьмя, у нас есть способ тогда защититься от других типов вируса. До 25 лет, в принципе, вакцинируем всех, кто не был вакцинирован, это нормальная практика, после 25 до 45 уже обсуждается вопрос, насколько это актуально для конкретной женщины, какие у нее отношения моногамные, как она предохраняется и так далее. Там уже можно рассматривать, но в целом инструкция предусматривает возможность вакцинации до 45 лет. И также сейчас очень активно внедряется вакцинация и мужчин. Во-первых, потому что это тоже профилактика пусть и более редких форм рака, да, все-таки рак шейки матки это один из самых распространенных видов рака. Рак полового члена, скажем, это менее распространенная история, но тем не менее, все равно это защита, во-первых, самого мужчины, во-вторых, это защита его женщины. Да, своего мужа я тоже отправила. Давай поговорим про оральный секс побольше, потому что, опять же, как выяснилось, очень многие люди не предохраняются во время орального секса. Когда мы записывали выпуск с людьми из индустрии, я вообще услышала такую фразу, что если женщине, которая пригласила тебя на секс за деньги, сказать, давай используем латексную салфетку, то это вообще фактически остановит весь процесс, потому что воспринято будет очень негативно. То есть якобы неприлично, некрасиво предлагать такое женщине. Это первое, что меня удивило. А вторая идея о том, что женщины ничего не чувствуют, и поэтому какая нафиг латексная салфетка. То есть получается, что женщины как бы мужчинам говорят, что вот, вы жалуетесь на презерватив, что вам там нечувствительно, это все миф, вы просто хотите без презерватива, а сами отказываются от латексной салфетки. Вот насколько все-таки опасен минет и кунилингус без предохранения, как мы уже выяснили, контактно передастся, все, что может передастся. Но если говорить именно про презерватив? Он снижает, естественно, риски. То есть латексная салфетка, безусловно, будет значительно снижать риски заражения. И опять же, здесь будет более опасно для того, кто делает минет или кунилингус, потому что все-таки инфекции, передающиеся половым путем, все-таки чаще локализованы на половых органах. Полость рта – это какие-то отдельные виды инфекции, которые могут передастся, соответственно, партнеру. Поэтому актуально использование латексных салфеток, безусловно, и это дополнительная защита, которая играет большую роль в том, чтобы снизить риски передачи инфекции. И вот интересно получается, что мы в том числе разговаривали про измены, и по статистике я спросила, как часто мужчины и женщины использовали презерватив при разных видах. И там были варианты, использовали всегда при всех видах, использовали только при вагинальном-анальном контакте, вообще не использовали. Очень многие, кстати, вообще не использовали, что для меня просто поразительно. Но интересно еще и то, что 20% женщин и 16% мужчин попадают в категорию, которая использовала презерватив или латексной салфетку. Соответственно, представь, что вот остальные, даже если они использовали презерватив во время вагинального или анального контакта, они не делали этого во время орального секса. И процент огромный. И я прекрасно понимаю, что сначала они занимаются сексом с любовницей, любовником, с проституткой, еще с кем-то, а потом приходят в постоянные отношения, и там происходит передача. И правильно ли я понимаю, что получается вот здесь человек, которому делала минет, например, проститутка, она может передавать из своего рта ему, а он абсолютно легко может передавать уже во время вагинального контакта? Да, безусловно. Это, опять же, не касается всех инфекций, передающихся половым путем, но какой-то определенной части, особенно вот тех, что передаются контактно. То есть сифилис, гонорея? В первую очередь сифилис, хламидиоз, герпес генитальный, то есть вот эти, наверное, основные. И, да, безусловно, партнер принесет домой это. Получается, что каждой женщине, которая состоит в отношениях, все равно периодически стоит сдавать анализы, и каждому мужчине в том числе, потому что женщины, вообще-то, как выяснилось, изменяют ровно столько же. То есть нет такого деления на то, что женщины изменяют меньше, они такие целомудренные, а вот мужчины, они такие похотливые самцы, изменщики. И как часто нужно сдавать анализы, если ты находишься в постоянных отношениях, и понятно, что есть риск, что тебя могут изменять, и если ты регулярно меняешь половых партнеров? Да, ну опять же, все зависит от того, о каких конкретно инфекциях мы говорим. В целом, у нас нет каких-то очень универсальных правил для этого. Если взять рекомендации определенных сообществ, то, например, есть такая рекомендация, что на ВИЧ-инфекцию человек должен быть обследован хотя бы раз в возрасте от 15 до 65 лет. То есть если он попал к врачу, и врач выяснил, что человек ни разу не обследован в этот возрастной период, то хотя бы раз предложить, хотя бы раз. Но, безусловно, если акцентировать внимание все-таки на передаче половым путем, это, ну, наверное, оптимально где-то раз в год. Хотя все зависит от тех практик, которые имеют место. Потому что, если мы говорим об анальном сексе и, например, о том, что человек уже ВИЧ-инфицирован, то инфекции, передающиеся половым путем, такие как гонорея, сифилис, хламидиоз, может быть, рекомендовано обследование вплоть до того, что раз в три месяца настолько часто. Я думаю, что раз в год это нормально, да, а дальше уже... Мне бы не хотелось тоже сильно провоцировать какую-то тревожность, чтобы человек там каждый день бегал, сдавал, да, это тоже, наверное, перебор. И не хочется сильно погружаться в вопросы доверия там и прочее, прочее. Но раз в год, может быть, в два года это, я думаю, оптимальный вариант. Дальше смотреть по ситуации. Потому что, опять же, количество партнеров, практики, которые используются, наличие каких-то хронических заболеваний, воспалительных, чаще всего у женщин, это все влияет на то... Опять же, если говорить, мы не можем ни за кого другого отвечать, кроме как за самого себя, но даже, когда мы отвечаем за самого себя, нужно отдавать себе отчет, что если у вас были какие-то рисковые моменты, то, скорее всего, все-таки стоит обследоваться, да, чаще, чем там тот же раз в год. А что, если человек в этой сфере, он занимается проституцией, у него регулярно разные половые партнеры, в том числе рвется презерватив, в том числе есть незащищенный оральный секс, как часто такому человеку нужно сдавать анализ? Опять же, универсальных рекомендаций, такие, которые были бы в каждой стране одинаковые, таких нет, но здесь вот раз в три месяца это тоже будет актуально. А если презерватив порвался, через сколько нужно пойти сдать анализы? И на что, кстати, интересно? Сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, ВИЧ, вирусные гепатиты, ну, как минимум, Б, желательно и С. Здесь, опять же, все зависит от типа инфекции. То есть, если мы говорим о местных инфекциях, там инкубационный период обычно несколько недель до появления симптомов, в принципе, даже быстрее уже может выявляться патоген, мы его будем выявлять местно. То есть, мы будем брать какой-то соскоб или мазок, или что-то определять, сам возбудитель. Те инфекции, которые затрагивают весь организм, то здесь мы будем ориентироваться на уже иммунный ответ. Соответственно, можем выявлять несколько позже, хотя и сам вирус, допустим, тот же вирус иммунодефицита, гепатит Б, мы можем выявить, но в крови. Да, поэтому здесь будут чуть-чуть отсроченные сроки. То есть, местные – это 2-3 недели? Да, или может быть, даже чуть-чуть меньше, да. А системные инфекции, ну, опять же, мы можем обследоваться через несколько недель, скажем, через 3 недели, ведь уже можно выявить. Но не факт, что обязательно через 3 недели уже будет достаточное количество вирусных частиц, чтобы он обнаружился. Поэтому мы все равно будем рекомендовать повторное обследование, скажем, через 3 месяца, да, и все это время находиться в каком-то там напряжении, да. Получается, если вы встретились, полюбили друг друга и решили быть вместе и быть верными друг другу, то вот этот период – это минимум, когда стоит использовать презерватив, сдать анализ и еще подождать, и еще повторно сдать анализ всем вместе? Скорее всего, да. Ну, если мы говорим о ВИЧ и гепатитах, то да. Тут все равно это вопрос, да, верным. Договорились быть верными, это… А еще очень многие стесняются просить справку, хотя, опять же, вот мы разговаривали и с людьми, которые оказывают такие услуги, и я сама удивилась, потому что услышала, что да, вот мы просим справку, если хочется там орального секса без защиты, то, пожалуйста, предоставь свои анализы, и тогда я к тебе приеду. То есть даже в таком случае, когда это секс за деньги, когда понятно, что этот человек уже рискует изначально, он просит справку, не стесняясь. А люди, которые строят отношения и там доверяют друг другу, они боятся, потому что кажется, что они там покажутся какими-то сами в прошлом болеющими, заразными, неправильными. Мужчина подумает, что я шлюха, я вот такая развратная, тут прошу справки, значит, у меня был негативный опыт. Короче, это такая глобальная тема, люди реально боятся защищать себя, получается. И я уж не говорю про то, что некоторые боятся попросить надеть презерватив. То есть какая-то вот эта идея о том, что он подумает, что со мной что-то не так, или она там подумает, что что-то не так, и вот мы же друг другу доверяем, будем без презерватива. То есть вот он минимальный период, и получается анализы, в том числе, нужно сдавать. Ну, можно не два раза, а можно, получается, вот вы вступили в отношения. Просто потом сдать, чуть попозже. Чуть попозже, но полгода ждать при этом не нужно. На уровне современного тестирования полгода все-таки многовато, да, то есть полгода многовато. В отношении справок, мне кажется, очень классная практика сделать первый шаг, то есть перейти со справкой. Да. Вот, поэтому... И тут тогда, во-первых, понятна реакция и адекватность партнера, и как бы вроде как это выглядит все-таки иначе, да, и как-то нивелирует эти варианты, что там я чем-то болею или болел когда-то, и вот теперь я хочу, чтобы, значит, как-то исправить эту ситуацию. То есть ты как бы первый предлагаешь этот вариант, и, соответственно, ждешь взаимности, обратной связи, и больше вероятности, что ты ее получишь, чем когда ты просто будешь требовать. Да. Мне интересно, кто из вас действительно просил справки, и какая была реакция. Напишите в комментариях, потому что такой опыт очень полезен. Если у вас есть какие-то лайфхаки, как попросить справку, тоже напишите о них, будет интересно. Про секс-вечеринки хочется немножко поговорить, потому что сейчас есть тенденция на определенную моду, и эта мода в том числе базируется на идее, что это очень безопасно, что у нас есть четкие, строгие правила. Да, значит, да. То есть мы не говорим уже про позицию нет, значит, нет. Идея в том, что сначала человек должен согласиться, а не просто сказать, что он этого не хочет. И речь идет о том, что всегда используются латексные салфетки, презервативы. Но вот мне кажется, мое субъективное мнение, что увеличение числа половых партнеров в любом случае это повышение риска. И романтизировать эти вечеринки, и в том числе романтизировать такие свободные отношения, ну, не совсем правильно, что ли. Что ты об этом думаешь? Это не кажется. Это действительно фактор риска. Количество половых партнеров автоматически увеличивает вероятность заражения. Более того, есть еще один такой фактор, который называется анонимные партнеры, что вполне возможно на секс-вечеринках. То есть это еще один фактор риска. И, как мы уже обсудили, презервативы – это не стопроцентная защита. И что… Я не знаю, что требуют на этих вечеринках. Требуются ли справки, опять же, да. И о чем мы все-таки говорим? О том, что это секс с ВИЧ-инфицированным, который параллельно может иметь еще какие-то заболевания, передающиеся половым путем, которые легче передаются, чем тот же ВИЧ. И мы не знаем об этом. Или мы все-таки говорим о том, что человек хотя бы на ВИЧ-обследованный, это уже значимо снижает какие-то риски передачи других инфекций в том числе. Потому что наличие ВИЧ – это, в принципе, фактор риска многих, ну, всех инфекций, передающихся половым путем. Просто сам факт наличия этой инфекции. Поэтому, что предусматривают правила секс-вечеринки? Только барьерную контрацепцию, тогда это совсем не выход. Это, конечно, уменьшение рисков. Безусловно, мы не умаляем достоинства использования презервативов в латексных салфетках, но это сохраняющиеся риски. Просто потому что это много партнеров. И плюс, опять же, я не очень знаю, что там происходит на этих секс-вечеринках, но есть еще понятие химсекса, то есть под алкоголем или под наркотическими веществами. Это тоже фактор риска. Потому что это, скорее всего, более травматичные практики. Это забыл надеть презерватив, это еще что-то такое. Поэтому, если эти вечеринки предусматривают еще какие-то дополнительные развлечения, то это тоже дополнительная нагрузка в плане рисков. Даже если там есть просто алкоголь, как обычно это бывает на вечеринках, или если люди выпивали до этого, что тоже очень часто происходит, потому что не так-то просто некоторым людям расслабиться, раскрепоститься, они знают, куда они идут, поэтому... Да. И здесь может быть риск чрезмерного раскрепощения. Поэтому это увеличивает риски. Еще одна идея про использование мермистина. Кто-то использует его дополнительно, ну и тогда не очень вопросы возникают. Ну хочешь, пожалуйста. А кто-то считает, что им можно пользоваться просто полноценно, отдельно и не использовать презерватив. Расскажи, пожалуйста, что является правдой и действительно логично, а что нет? Ну, если мы будем говорить о каком-то конкретном средстве, включая мерамистин, то качественных исследований, которые бы подтверждали то, что это снижает вероятность передачи инфекций предвижившихся полным путем, их в принципе нет. Но, тем не менее, этот вопрос изучался. И использовались различные гели, то есть различные микробицидные препараты, то есть те препараты, которые убивают различные микробы. В том числе использовались специфические препараты, например, на основе тенофавира, то есть это противовирусный препарат, который используется для лечения ВИЧ и гепатита В. То есть это эффективный действительно препарат, и он использовался в качестве местных средств. И даже в этой ситуации он показал незначительные эффекты. Поэтому, если мы говорим о каких-то таких вот подручных средствах, то я не могу апеллировать какими-то цифрами, потому что их нет. Но, что мы знаем, что если это какие-то агрессивные средства, спиртовые средства, то это наоборот увеличивает риски. Потому что, например, кроме микробицидов есть еще спермицидные средства, которые используются как контрацепция. Так вот, они же призваны убить сперматозоиды, то есть они достаточно агрессивны. И вот здесь уже есть доказанный увеличивающийся риск передачи инфекции, передающихся половым путем, при использовании спермицидов. Поэтому я бы не рекомендовала никакие агрессивные воздействия после полового акта, потому что при травмировании половых путей риск передачи будет только выше. Ну и, соответственно, еще сюда же, мне кажется, это вот, что там, если после полового акта помочиться, то это снижает риски передачи. Да, ну, естественно, ничего это не снижает и никаких данных о том, что это может как-то повлиять, нет. Ну, просто потому что, во-первых, есть, опять же, контакт, плюс, ну, нет таких волшебных свойств мочи, которая могла бы нас от всего этого избавить. Было бы классно, но, к сожалению, нет. И, кстати, использование различных вагинальных душ спринцеваний после полового акта это тоже фактор увеличивающий риск передачи. Плюс фактор увеличивающий риск возникновения баквагеноза, а мы уже сказали, что баквагеноз это дополнительный фактор риска для женщины возможности заразиться. Эта идея про то, что моча может вымыть все лишнее, в том числе и сперму, в том числе так можно якобы не забеременеть, она же базируется на том, что мы писаем влагалищем. То есть изначально, понимаешь, получается, что люди думают, что женщина писает влагалищем, и по их логике как бы, наверное, там где-то из шейки матки должна вытекать моча, она все вымывает, и все. И она, наверное, как-то проходит еще через все репродуктивные органы, и все это вываливается наружу. Но это, конечно, абсолютная глупость и абсолютное незнание того, как мы устроены. И я тут недавно начала набирать ванну в гостинице. Посмотрела на нее и подумала, а насколько вообще это безопасно? Вот насколько действительно высока вероятность заразиться чем-либо в сауне, в бассейне, в ванной и гостинице, вот в таких общественных местах? Если вы занимаетесь сексом в ванне, бассейне, сауне, то да. Если же вы просто принимаете ванну или посещаете сауну, бассейн, то это скорее очень удобный биф для того, чтобы отмазываться. Потому что, во-первых, надо понимать, что для любой инфекции передача зависит от количества инфекционного агента, которое попало в зону повреждения, допустим, или, соответственно, если мы говорим о бассейне, то просто объем, в котором разбавится, даже если туда попадет какой-то инфекционный агент, в котором разбавится его концентрация, то нереально, чтобы попало столько на половые органы, чтобы произошло заражение. Поэтому нет. Есть контактные, это больше, может быть, если говорить о грязной ванной, если она откровенно грязная, ну, может быть, какие-то грибковые инфекции. Ну, это грибковые инфекции, я имею в виду, там обычно то, что вот в бассейне или в ванной, это ноги, обычно ногтей, там вот такое, ноги, да. То есть это все-таки не про инфекции, передающиеся половым путем. То же самое касается сидушки унитаза, тоже очень распространенная история, да. Вот даже когда мы говорили о контагиозном моллюске, где просто контакт кожи-кожи, все-таки это плотный контакт кожи-кожи, это трение, да. Ну, сложно представить какую-то ситуацию, что кто-то там терся об унитаз или что, своими гениталиями, и потом кто-то следом сразу же зашел и сел, потому что время экспозиции же тоже имеет значение. И время между контактами имеет значение, да. То есть большинство патогенов все-таки на открытом воздухе достаточно быстро погибает, и, ну, в общем, это тоже скорее к мифам и легендам, чем к реальным механизмам инфицирования. Все-таки мы говорим о контакте двух людей. То есть мы делаем вывод, что сексом в бассейне и в ванной лучше не заниматься, и тогда все будет окей? Нет, ну почему? Можно заниматься сексом в бассейне и в ванной точно так же, как заниматься сексом где-то в другом месте, но это сопряжено с рисками инфицирования в любом из случаев. Мне нравится твой подход. Можно, конечно, но... Ну и еще один вопрос тогда по этой теме. Эротические массажи сейчас очень популярны. Они, конечно, называются по-другому. Я не буду произносить это ужасное слово. Как ты считаешь, насколько велики риски, если при этом нет орального секса, с ним мы разобрались, а есть стимуляция руками с использованием той же слюны, например? Здесь все-таки мы говорим о каких-то минимальных рисках. Это не ВИЧ и не гепатиты. Сейчас мужчины такие. Буду ходить дальше. Да, но тем не менее, скажем, есть такое состояние, как герпетические паранихи, то есть когда герпес поражает область вокруг ногтевого ложа. И, соответственно, если это... Ну, мне сложно представить, конечно, что вот настолько это будет безобразно, и человек, который предоставляет эти услуги с наличием герпетических высыпаний на пальцах, будет продолжать практиковать. Но... Я знаю одного массажиста, который по анализам имел герпес с гепатитом, и что-то у него еще было, ну, вроде хламидии, что-то такое. То есть у него прям был целый набор. Ну, хламидии все-таки это, скорее всего, половой путь в прямом смысле, да, гепатиты все-таки тоже при контакте не передаются, да, то есть при телесном контакте не передаются. Вот местные инфекции... Это очень низкие риски. Все-таки не будем сильно на этом акцентировать внимание, сильно запугивать народ, но тем не менее, какие-то микрориски остаются. Вот тот пример, что я привела с герпесом. Опять же, сифилитическая язва ведь тоже может быть на любом месте. Если особенно травмированная кожа, и это там проникновение, скажем, во влагалище, и женщина заражена, то, соответственно, на руках могут возникнуть язвы. Но мне правда сложно представить, что человек с язвами будет дальше практиковать. Но я не знаю, насколько эта индустрия осознанно подходит, и вообще поймет ли он, что это может быть что-то из инфекций, которые передаются. Да, что эта язва связана с инфекцией. Да. Как понять, что у тебя есть инфекция, передающаяся половым путем? Какие есть признаки? У нас очень много разных инфекций, и нет каких-то универсальных признаков. Когда мы говорим о местных инфекциях, то это какой-то дискомфорт, зуд, болевые ощущения, могут быть, могут присутствовать какие-то выделения у женщин. Но если, допустим, взять тот же сифилис, то здесь мужчины чуть в более выгодном положении, потому что сифилитическая язва в большинстве случаев не болит. Соответственно, проявлений первичного сифилиса можно не заметить. Если они во влагалище или в прямой кишке язва расположены, то можно просто даже и не узнать об этом. Все-таки на половом члене больше вероятности, что мы это увидим. И в том числе и в полости рта риск не увидеть, он тоже есть. Не каждый пристально разглядывает свой рот, если язва где-то более глубоко расположена, можно тоже не заметить. Поэтому тут надо понимать, что даже для местной инфекции можно никак не узнать. И вообще, в целом, для всех инфекционных заболеваний характерно, что какой-то процент, в зависимости от того, о какой инфекции мы говорим, есть бессимптомного течения. Поэтому любая инфекция может протекать бессимптомно. Даже когда мы говорим о том, что чаще всего проявления есть, мы должны понимать, что есть процент случаев, которые будут протекать бессимптомно, и человек просто об этом может не узнать, соответственно, передать своему партнеру, не имея никаких проявлений. Если же мы говорим о заражении тем же герпесом, вирусом, папиллом у человека, для герпеса могут быть первичные проявления в виде высыпаний. Обычно они зудящие, достаточно неприятные, болезненные, то есть сложно пропустить, но может и не быть. То есть заражение может произойти, человек уже на всю жизнь инфицирован, а проявления появятся когда-нибудь или вообще могут особо никак себя не проявлять. И здесь, кстати, возвращаясь к вопросу измен, все не так просто на самом деле. Может быть, человек давно инфицирован, не знать об этом, и тут у него вдруг появляются симптомы генитального герпеса, ну, на фоне какой-то ситуации, там, стрессовой для организма, какой-то болезни, еще чего-то, или присоединение какой-то другой инфекции, да, и он будет там пенять на своего партнера, а по факту он давно инфицирован, так что это тоже не маркер, да, что если вот у тебя сейчас появились симптомы, там сразу трусить своего партнера, что это он виноват, это далеко не всегда так. Так только с герпесом или с другими тоже? Сложно понять, когда произошло инфицирование в ЭПЧ, особенно если женщина не проходит регулярные скрининги, плюс заражение же не обязательно может произойти при первом половом акте, а может произойти отсрочно, да, через там несколько месяцев, допустим, регулярных половых контактов. Надо на это обращать внимание, не то чтобы хочу оправдать возможности измен, да, вот, но тем не менее тут надо критически к этому относиться. В любом случае, по поводу того, как узнать, что у тебя ИППП, самые опасные ситуации это те, которые протекают бессимптомно, но тем не менее инфекция остается в организме, это тот же ВИЧ, это вирусные гепатиты, которые могут протекать бессимптомно, и ты никак не узнаешь об этом, только нужно пройти скрининг. Не надо ждать никаких симптомов, нужно просто сдавать анализы по пониманию, как часто ты меняешь половых партнеров. Если это происходит часто, то ты делаешь это чаще. Если у тебя постоянный партнер, то ты делаешь это реже. Да, да, потому что, наверное, правильно проводить градацию, что все-таки такие инфекции, как ВИЧ и вирусные гепатиты, это более опасные инфекции, а они как раз более склонны к тому, чтобы никак о себе не давать знать. Как быть беременным женщинам, которые именно в период беременности узнали о том, что у них есть инфекция? Есть некоторые ограничения в плане возможности применения лекарственных препаратов, не все лекарства мы можем использовать, но, тем не менее, к счастью, в большинстве случаев есть альтернативы к классическим схемам лечения, если их нельзя использовать. То есть ответ, на самом деле, очень простой — лечить. И это касается вообще практически всего, практически всех инфекций. Это всегда касается ВИЧ. То есть если у женщины беременной выявляют ВИЧ, она сразу же должна начать получать терапию. Это касается местных инфекций, потому что тот же хламидиоз, та же гонорея, опять же, в родах могут передаться ребенку. Это сопряжено с определенными рисками поражения, особенно часто глаз. Поэтому есть возможности лечить. Это почти всегда оправдано. По гепатиту В, может, некоторые нюансы есть и по гепатиту С. Но местные инфекции точно лечить, ВИЧ точно лечить. Интересно узнать про полость рта, и анализы. То есть получается, надо брать мазок из ротоглотки для того, чтобы выявить, есть ли какая-либо инфекция. Правильно? Да, универсальных рекомендаций на этот счет опять же нет. Они есть только для мужчин, практикующих секс с мужчинами. То есть для них действительно обследование на гонорею, хламидиоз точно, по-моему, еще на сифилис, рекомендовано. То есть именно полость рта. Для всех остальных нет скрининга, то есть какого-то рекомендуемого. Ну и опять же, все-таки вероятность меньше, чем когда это локализация анально-вагинальная. Да, анально-вагинальная. Или половой член. И правильно я понимаю, что если есть инфекция в полости рта, то мы также смотрим на пресифилис и на язвочки, а в остальных случаях тоже нет никаких симптомов, которые бы указали, что это инфекция. Да, в большинстве случаев. То есть гонорея может не проявлять себя, хламидиоз тоже в полости рта может не проявлять. Ну, могут быть герпетические высыпания, но мы уже обсудили, что их может и не быть. Но тут тоже надо сказать, что, конечно, когда высыпание есть, то риск передачи намного выше. Когда высыпаний нет, он сильно снижается, но не исключается. И как быть, если у одного партнера обнаружена такая инфекция, а второй партнер об этом узнал, и ему стоит пойти сдать анализ или ему стоит вместе со вторым партнером начинать принимать терапию? Что в этом случае? Тактика принимать терапию достаточно распространена, то есть сразу начинать принимать терапию. Но все-таки рекомендации сводятся к тому, что показано обследование, причем не только на ту инфекцию, которую выявили у полового партнера, но и на другие инфекции, передающиеся половым путем. Поэтому лучше все-таки, чтобы партнер дошел до медицинского работника и обследовался, и затем уже лечился. Но если это невозможно, то допустимо лечение теми же препаратами, которыми лечится партнерка. То есть есть разные причины, почему человек может не пойти, не сдавать анализы, и если он по каким-то причинам отказывается, то отказываться от лечения тоже неправильно. Такой ситуации мы можем предложить сразу лечение. Ну опять же, мы говорим о местных инфекциях, вряд ли мы будем лечить от ВИЧ-инфекции человека, который не обследован. Вернее, точно нет. Самое время, досмотрев этот выпуск, задуматься о том, а как давно вы издавали анализы. И если вы тем более планируете беременность, то это очень актуально сделать прямо сейчас. Если вам понравился выпуск, то поставьте лайк, напишите в комментариях, какие вопросы у вас возникли. И подписывайтесь обязательно на канал, потому что здесь полезно и интересно. Если вам нужна информация, которую также предоставляет Дарья у себя в блогах, они очень интересные. Я сама по всем вопросам кошечки-собачки, а что сделать с гриппом? Я все читаю, все изучаю. Это просто энциклопедия, потому что есть не только инфекции, передающиеся половым путем, но и многие другие, особенно родителям, будет супер актуально. Ссылку также оставляю на блог. Подписывайтесь. Это очень ценный контакт. И напоминаю, что если вам нужна моя помощь, то официальный сайт в описании к этому видео, и там все форматы работы со мной. Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнити. Этим летом в комьюнити вас ждут полезные видео на следующие темы. 10 причин, почему вы не хотите секса, и как это изменить. Топ-3 рекомендации для хорошего секса. Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни? Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг? Но и это еще не все. Каждую неделю в комьюнити вас ждут обзоры товаров для взрослых. Летом мы обсудим, какую смазку лучше выбрать, какие вакуумные игрушки действительно стоит купить, какие существуют напалечники для секса, и как они могут помочь в достижении оргазма с партнером. Идеальный клиторальный стимулятор, какой он? Помимо этого, в комьюнити вы найдете полезные статьи о сексе и отношениях, качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас, психологические и сексологические тесты, обзоры фильмов и книг. И только у членов комьюнити есть возможность общаться лично со мной каждый день. Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями, общаться с другими участниками, но и это еще не все. В комьюнити вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в комьюнити. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому видео.